Все под контролем. Местные депутаты во главе с Надеждой Суровцевой проверили благоустройство дворовых территорий в Свердловском. Так, сейчас в поселении завершается строительство семи детских площадок. Депутаты Единой России посетили одну из них, которая представляет собой объект комплексного благоустройства дворовой территории. Новая площадка нравится как малышам, так и взрослым. Хорошо, конечно. Вам нравится? То есть дворы в принципе улучшают состояние дворов? Да, конечно. Ну а какие-то, может быть, замечания у вас? Здесь с утра и до вечера детворы, ужас сколько. Все так резвятся. Спасибо вам большое. Может, какие больше всего элементы нравятся здесь? Мне желтая горка. Да, мне тоже. А мне доска-то. А желтая горка, она не опасна с нее? Нет. Мне кататься удобно. Площадка является частью проекта, который объединяет несколько микрорайонов. Он спланирован таким образом, чтобы различные детские площадки, велосипедные дорожки, прогулочные зоны легко сообщались между собой для удобства жителей. Ведутся работы и по другим направлениям. В плане благоустройства у нас сделано, наконец-то мы сделали, я считаю, что это наша большая заслуга, потому что в течение 9 лет администрация не была сделана. Эта дорога в Митянино также заасфальтирована. В дворовых площадках увеличены места для стоянки автомобилей. Посетили народные избранники новый детский садик, который будет сдан в эксплуатацию уже в декабре текущего года. Глава района и депутаты остались довольны осмотром данного объекта. Современные игровые комнаты, уютные спальни и современный бассейн для маленьких жителей – все разработано в соответствии с нормами Санпина. Я очень рада, что в нашем поселке Свердловском такие видимые изменения в благоустройстве нашего родного поселения. И горжусь тем, что именно фракция «Единая Россия» стала инициатором в продвижении наказов жителей и в изменении бюджета по проектам благоустройства нашего поселка. Не обошли вниманием «Единая Россия» и реализацию инициативы губернатора по предоставлению 5-процентных скидок льготным категориям граждан в сетевых магазинах. Такие проверки проводятся в ходе каждого депутатского объезда во всех поселениях района. С Свердловском, как выяснилось, все требования в местных Дикси и Атак соблюдаются, а кассиры напоминают пенсионерам о возможности воспользоваться скидкой. В некоторых магазинах это правило распространяется в том числе и на акционные товары. «Независимо от того, акционный товар или нет, у нас полностью идет скидка по соц.карте».